Во-первых, хочется поздравить тебя с медалью. Расскажи вообще о своих впечатлениях. Ну, я очень довольна своим парокатом. Ну, не на все, конечно, 100% откатал. Были по марке. Но в целом я хорошо откатал, считаю. Ну, ты ехал на этот... Мы знаем, что ты вчера нам рассказал после короткой программы, что ты ехал на турниры и что у тебя там были некоторые проблемы, ты собирался. Вот как ты настраивался на произвольную программу? И вообще для тебя сюрприз эта медаль? Или ты спортсмен, который всегда нацелен на то, чтобы попадать на педестал? Ну, я спортсмен, чтобы только попадать на педестал. Потому что целеустремленная. Я все-таки пытаюсь работать на тренировку на все 100%. Поэтому сегодня, скорее всего, даже это был не сюрприз. Как настраивался? Ну, настраивался я сам. Без тренера все-таки сегодня. Ну, и вчера тоже. Вот. Ну, я думаю, что мне это помогло самому. Поточнее скажи без тренера. Взрослеешь? Да, взрослею. Вот. Это без тренера. Видишь, за углом стоял. Настраивался. Ребята, вот так, салитом. Он про настроение говорит, что он сам настраивался. Как раз такое структуру. Анастасия, в зале как-то повлияло на твоё выступление? Нет, на меня ничего не влияется. Я, смотри, тут очень был уже на прокате. Думал о прокате. И не смотрел на никого, чтобы не было волнений никаких. Ты попал на Кубок Первого Канала, получается. Вот. От этого какие у тебя эмоции? Ну, я тоже очень рад, конечно. Буду тоже там стараться. У тебя уже был опыт командных соревнований. Можешь рассказать об этом, как тебе вообще действительно ли это? Как это отличается от личных соревнований? Ну, публика была большая. Конечно, волнения тоже прибавилось немного. Вот. Но, как сказал мой тренер, не надо волноваться. Надо идти и делать всё, что ты умеешь. Ну, это твоя первая медаль в карьере. Первенство России. Можешь показать её. И что для тебя значит вот эта медаль? Это мотивация на будущее? Что? Какие сейчас мысли? Ну, всё-таки первенство России – это ещё не самый важный старт. Так как есть и Олимпиада, но я стремлюсь попасть на Олимпиаду и занять призовое место. То есть для тебя это ступень, от которой ты будешь идти. Да, ступень. А ты думаешь, уже конкретно Олимпиаде, может, даже не 26-й год или 30-й год в твоём случае? Скорее всего 30-й, потому что я по возрасту пока не попадаю. А давай тогда помечтаем, что сейчас даже неизвестна столица Олимпиады 30-го года. Вот куда бы ты хотел поехать? Какой-то из вариантов, может быть, Франция, ещё, по-моему, канадцы претендовали. Ну, я бы хотел всё-таки, не знаю, мне кажется, в Китай хотел бы съездить. В Пекин как раз таки. Какой-то молодец. Просто проявил настоящие бойцовские качества. Как ты настраивался на этот прокат? Спасибо большое. Сегодня я был спокоен, потому что я вчера перед короткой программой довольно сильно нервничал, и не получилось. Сегодня я был уже спокоен, и почти всё получилось. Ты, наверное, хорошо был готов к этому первенству России, тем более, что и на прошлом ты был селебряным призёром, и потом он на прыжковом чемпионате очень хорошо себя показал. То есть, в принципе, форма у тебя была хорошая? Ну, да, я хорошо был готов. На тренировках я много раз катал чисто и произвольную, и короткую. Но в произвольной я доволен, короткой нет. То есть проблема только одна, что переволновался? Ну, скорее всего, да. Сейчас у нас лучшие юниоры могут участвовать в Взрослой Кубке Первого Канала. Думал уже об этом, хотел бы поучаствовать. Я узнала о том, что можно участвовать на Кубке Первого Канала на Шеребьевке, но я ещё не думал. Ну, если я отберусь, то, конечно, я бы хотел поучаствовать. Вообще есть ощущение, что ты такой командный игрок, потому что ты на Нью-Йоркском Кубке Первого Канала Крупы выставил, на Башковом Чемпионате. Ну, ты можешь как-то рассказать, в принципе, о впечатлениях от командных турниров? Как-то по-другому они влияют на тебя? Подзаряжают, может быть? Мне очень нравится участвовать в командных турнирах, но я не думаю о том, что выступаю за команду. Я готовлюсь, как на обычное выступление, поэтому я не думаю, что турнир в команде сильно на меня как-то влияет. Ну, ты в прошлом году был на первенстве, вернее, был призёром, как ты говорил, да? И вот это первенство России. Есть какое-то отличие? Есть отличие. На прошлой первенстве России я летал один, без родителей, и это тоже отличается. И в этот раз это проходит в Саранске, у меня здесь живут бабушка с дедушкой, и, конечно, всё тут отличается. То есть для тебя это практически родные места? Ну, да, я здесь. Я раньше сюда очень часто ездила в гости. Это в какой-то степени тебе помогло, может быть? Ну, во всяком случае, в производной программе. Может быть. Если у тебя здесь бабушка с дедушкой, я понимаю, приехали ещё родители, то сколько тебя сегодня человек поддерживает на криву, присылая на бабушке? Сейчас сидит мама и бабушка. Дедушка сейчас на работе, а папа остался в Москве с сестрой. Солидно всё равно друг к родушке. Да. А ты вот прям остановился в бабушке или всё-таки в отеле? Да, я живу в бабушке. И вот только сегодня я ночевал в отеле, потому что сегодня у нас очень рано была тренировка. В 8.45 у нас уже был лёд. Это получается мне нужно приехать сюда к 7.45, а ехать из дома это минут 40. А проще в отеле готовить снимывание или дома? Потому что бывают домоотвлекающие факторы. И спросят родственники что-то там, и какое-нибудь питание неспортивное предложат. Нет, я думаю, что это никак не отличается, но за питанием я, конечно, слежу. Я, даже если мне предложат сейчас бабушка с дедушкой перед прокатом, я бы отказался, а сейчас уже спокойно можно поесть. Какие у тебя дальнейшие планы, ну вот ближайшие? Ближайшие планы – это финал, гран-при. Синя, мы поздравляем тебя. Двукратный победитель первенства России. Второй раз. И такой успех. Ну, как-то все силы оставили на льду, наверное. Нет такой радости, наверное, вот, которую обычно испытывает чемпион. Ну, спасибо. Ну да, как-то, я не знаю. Я думала, что у меня будет больше эмоций от победы. Ну, я не знаю. Может, не до конца, я знала. Очень просто. Ну, ты катал очень сложную программу. Мы смотрели, как ты катал свою произвольную по сезону. Вначале не было четверного луцу, потом ты попробовал на командном турнире, да, потом ты на прыжком уже напрыгал его, и сейчас вот, можно сказать, первый, ну, так сказать, второй раз, да, в сезоне прокатал программу с четверным луцом. Это осознанно шли на вот такой контент. Ну, да, может, со стороны у меня луц сейчас был, ну, не сильно лучше, чем на клубке первого канала. Ну, сейчас я его прям лучше сделал, я уже его немного чувствовал, несмотря на то, что я его хорошо опрыгала, но пока что не получилось. Это просто не наработано еще до конца или какое-то волнение, не знаю, но все равно это ответственность. Ну, я думаю, что не хватает пока опыта на семинарах. Ну, тогда вы достаточно выглядишь человеком, у которого железные нервы. Ну, это так кажется со стороны. На самом деле нервы присутствуют. Для тебя это первенство чем-то отличалось от предыдущего? Ну, да, сюда я уже приезжал с каким-то статусом, что добавляло мне ответственности и волнения тоже. А что ты про себя узнал на этом старте? Ну, я еще так прям не разбирал, это я уже буду знать, когда я разберу все это. Ну, я довольна очень, что я после упадинного первого элемента, я собрался дальше и все, в принципе, сделала. Ну, ты счастливый сейчас человек, можешь назвать тебя счастливый человек? Конечно, да. А когда ты счастливый, что ты делаешь? Я себя абстрагирую, что ты счастливый, что ты делаешь? Ну, я считаю, что я по-настоящему счастлива, когда я делюсь с каким-то близким человеком и со мной тоже радуется. Ну, потому что у тебя будет такая возможность поделиться со своим близким, тем более папой и команда твоя здесь, ну и тренера. Ты также пробовал четырнадцать лет, кроме на стартах, а пока что нет уверенности в этом элементе? Ну, я думаю, пока что нужно выкатать этот набор, а потом уже думать, что-то будет дальше. Сень, красиво пребывала с альбом Лазаревым уже много лет. Скажи, пожалуйста, видел ли его прокат, что он чисто от кота как-то, может быть, дополнительно себе настраивал из-за того, что придется еще больше показать? Ну, да, я видел его прокат, но меня его прокат не сбил, я по-своему настраивалась, потому что главное, мне нужно было свое сделать. Ты говоришь, без железных нервов. Как ты настраиваешь себя? Ты абстрагируешься и просто вообще отключаешься или наоборот как-то себя... Да, я просто отключаю голову, потому что это главный проблем. Ну, ты 15 разминался перед бортиком до своего старта, бегал куда-сюда. Это чисто физически или психологически тоже помогает настроиться? Ну, и физически, и как-то психологически, мне кажется, тоже мне помогает. А слышно, как реагирует зал, и это помогает или мешает? Да, я когда слышала, как мне кричали перед прокатом, я как будто прям... Они у меня волнение немного забрали. Ну, и круто очень. Спасибо. Ну, впереди теперь, наверное, кубок первого канала у тебя. Поэтому можно там получить и положительные эмоции, и попробовать что-то интересное показать. Мы желаем тебе успехов. Большой молодец. Спасибо.